Всем привет! Меня зовут Александр Голанцев и я занимаюсь табло в компании BI-Consult. Сегодня я вам расскажу о табло-сервер, что это такое, как он выглядит, зачем используется, и вообще покажу вам его изнутри. Давайте зайдем в Google Chrome, перейдем по ссылке табло BI-Consult.ru. В общем-то любой пользователь может получить доступ, главное запросить у компании его. Вот, это сервер табло от BI-Consult. Здесь у нас расположено наше приложение и все, что нас интересует. Смотрите, давайте пройдемся сверху вниз. На самом верху у нас есть сервер. Это то, что мы заходим в табло BI-Consult.ru. Давайте продемонстрирую, как выглядит вход туда. То есть у нас вводится просто логин и пароль. Можно, естественно, использовать Active Directory логин и пароль. То есть те же самые credentials, которые используются для Windows. И спокойно сюда зайти. То есть я ввожу свой пароль и захожу. Мне дается на выбор три сайта. Давайте пройдемся по каждому. Давайте зайдем в BI-Consult. Давайте зайдем в BI-Consult. Здесь у нас расположены различные папки, где лежат конкретные примеры и иногда попадаются некоторые компании. Давайте тогда вернемся на Demostent. Также есть несколько сайтов здесь в целом. Заходим на Demostent. И любой сайт, на самом деле, он может использоваться для разделения между, например, различными отделами компании. То есть, например, финансы, маркетинг, коммерция и либо так, как удобно. Вот. Под сайтами, на сайте находится каждый отдельный workbook или что-либо еще. То есть для каждого отдельного сайта можно создать конкретных пользователей, которые не будут видеть другие сайты. Зайдем чуть пониже. Посмотрим сюда. Здесь у нас есть под сайтом 9 папок в верхних уровнях. Суммарно у нас папок всего 20. То есть мы можем их посмотреть и увидеть здесь. Затем под папками у нас лежат ворбуки. Ворбуки, если вы работали с табло, вы понимаете, что это просто набор дашбордов или листов. Любого вида и порядка. Затем мы можем посмотреть на view. View – это составные части ворбука. Их, конечно, намного больше. То есть конкретно у нас сейчас 97 view и 35 ворбуков. Также в табло есть несколько других понятий. Это метрики, data source, flow, data roles. Давайте я вам покажу, что это такое. Метрики. Вы, например, выбираете какой-то показатель на конкретном дашборде. И можете посмотреть динамику того или иного показателя. Он будет ее показывать. Очень удобно для высокостоящих людей, условных топ-менеджеров, которые создали эту метрику и ее отсматривают в каком-нибудь мобильном устройстве. То есть поддерживаются при этом все платформы iOS, Android, вне зависимости. Довольно удобная вещь, но, тем не менее, ее использование довольно ограничено. Data source. Любой data source, который может быть здесь. Паза, Microsoft SQL, Postgres, вообще не важно. Следующее. Flows. Это потоки из Tableau Prep. Вот так они выглядят. Здесь у нас они довольно однообразные и не очень интересные. Но его можно сюда загрузить в любом случае. Data role на самом деле это просто словарь. И вы можете его присвоить для любого значения Tableau Desktop. Но, честно говоря, это довольно неочевидный элемент. И его есть смысл использовать только когда уже научились более-менее работать со всеми элементами Tableau. И Prep, и Server, и Desktop. Вот. Вот что себя представляет Tableau Server. Есть также другие элементы. У нас есть favorites. То есть я, например, выбрал демку. И мы можем ее показывать. Недавние, то есть последние 12 views, которые мы показываем. Которые мы недавно смотрели. Больше он не берет. Рекомендации основываются на количестве просмотров того или иного дешборда. Ну, в данном случае его как бы ни одного есть. Нет ни одного дешборда, который мне рекомендуется. Есть еще несколько элементов. Все, что вот ниже этой черты, это все для администратора. Вот я сейчас сервер-админ. И поэтому я зашел и могу управлять пользователями, группами, распорядком, работами и так далее. Это все можно почитать при руководстве по администрированию Tableau. Давайте я вам продемонстрирую, чем на самом деле Tableau отличается от того же клика. Давайте зайдем в какой-нибудь проект. То есть, например, my favorites в демку. Зайдем и посмотрим. Одним из плюсов является то, что у Tableau есть довольно расширенный набор параметров. И вообще все решения, которые предлагает Tableau из коробки, как правило, шире, чем у того же клика. Тем более, ClickU и ClickSense и Power BI. Смотрите, здесь мы можем, вот у нас первый раз видим этот дажаборд. Можно зайти в Data Details и посмотреть, что он из себя представляет. То есть, какие здесь данные. Все работает немножко не очень быстро. По той причине, что у нас очень мало оперативной памяти на данном сервере. Вот, и здесь показано вообще, какие есть фильтры, как они считаются. И это очень удобно для аналитиков. Они могут очень быстро что подправить. View. То есть, вы можете зафиксировать что-то. Как-нибудь удобно себе сделать. То есть, выбрать какие-нибудь фильтры. Сохранить. И он будет у вас только показываться. То есть, вам, например, не интересны все сегменты. Вам там интересен только дом, офис. Вы заходите. Добавляете View. Называете его как-нибудь. Например, My View. И сохраняете его просто. Все. Теперь это нашим будет Default View. Следующее. У нас есть Alerts. Это отправка каких-либо сообщений на почту по поводу достижения показателя. Можете подробнее почитать в интернете. Метрики. Я уже показывал. Subscription. Очень удобная вещь. То есть, я могу себя отправить. У меня уже стоит тут какое-либо. У меня уже стоит почта, которая у меня есть. И я могу себе условно отправить. Также я могу подписать других людей. При желании. Вот. Я могу изменить дашборд. Если у меня на это есть право. Я могу им поделиться. Например. Ну, самому себе не могу отправить. А вот. Какому-нибудь коллеге. Вполне себе. Вот. Например. Ну, давайте вот себе. Например. Например. Сообщение. И отправляю. И он мне отправит это. Я могу скачать. В любом из этих форматов. Также откомментировать. То есть, у нас видите. Какая-то переписка тут есть. Она не очень интересная. Тем не менее. И fullscreen. Вот. Это что касается конкретно работы с дашбордами. Дальше. При покупке Data Management Adon. Вам дается доступ. К запуску flows. По расписанию. То есть, например. Зайдем сюда. Зайдем сюда. И можем нажать run. И он обновится. Без Data Management Adon. Вы так не можете делать. Вы даже не увидите, что у вас есть flow. На вашем сервере. И последнее, что дает Data Management Adon. Это просмотр всех подключений. Которые есть. То есть, вы можете здесь все увидеть. Например. Мы можем посмотреть как connection. Мы можем посмотреть как таблицы конкретные. И вот. Вся такая информация. Очень удобно. При желании. Мы можем подключиться. К каждому из этого источников. В целом. Это все, что представляет из себя Tableau Server. Про различные тонкости я не стал рассказывать. Это всего лишь конкретное погружение. Которое позволяет с ним работать. И показывает там его минимальные особенности. И то, насколько все просто, объективно и понятно для рядового пользователя. Всем спасибо. Всем спасибо.